Друзья, всем привет! Сегодня нахожусь опять на авторынке в своем родном Вильнюсе. Давно не было видео с ценами на автомобили в Литве. И в этом видео я постараюсь вам показать автомобили, которые можно купить до 5000 евро здесь, в Литве. Это будут разные автомобили разных классов. Какие именно, сейчас мы вместе с вами увидим. В этот раз я решил не просто ходить по авторынку, а сделать разные видео по подборкам автомобилей. Вот теперь в этот раз будет подборка до 5000 евро. То есть в районе 5, там 5500-4500. Разные машины. Какие машины покажу. Не забывайте обязательно подписаться, потому что сейчас скоро будут выходить новые серии по моему сериалу из Питера. Я надеюсь, вам нравятся эти серии. Ну и соответственно будут подборки автомобилей по классам, по ценам и может быть еще почему-то придумаю. Идем с вами смотреть автомобили, которые есть сегодня в августе 2019 года на продаже в городе Вильнюс на автобазаре. Первым сегодняшним автомобилем будет вот этот вот замечательный вариант Honda Civic. Но он правда стоит дешевле 5000 евро. Он стоит 4150 всего. Но мне он просто понравился по состоянию. У него практически идеальный кузов без повреждений, без перекрасов, без дефектов по стеклам. Стекла все оригинальные. Хорошая резина. У него механическая коробка. Фирменный такой хондовский велюровый салон. Салон, кстати, тоже живой. И вот его характеристики. 2008 год, 2.2 дизель. Евро 4. Цена 4.150. Ну, подразумевается, что будет торг как раз-таки на эти 150 евро. И за 4000 ровно можно ее купить. Вот такой вот Saab 9.3 2009 года. 1.9 дизель с механической коробкой. Пробег 186 тысяч километров. Есть категория людей, которые меня периодически спрашивали про Saab. Saab у нас встречаются довольно-таки часто в продаже. Ну, вот я знаю, что в других странах эти машины не очень популярны. Но, тем не менее, иногда спрашивали, поэтому вот показываю. Saab. Такой серый цвет с кожаным салоном. Механическая коробка. А так, в общем-то, у него кожа. Мультимедиа стоит, GVC. Климат. Круиз. И все-все-все опции. 179 сил у него. Поддается чиповке. Ну, кто не знает, Saab это концерн General Motors. Это тот же Opel. То есть некоторые детали по ходовой, по двигателю подходят от Opel. Вот такой вот Saab. Дизайн, конечно, у него интересный, но на любителя. Но мне нравится. Машина такая приспортивленная. Смотрится даже так. Интересно. Незаезженный дизайн. Следующий автомобиль, который уже относится к другому классу. Это такой мини-хэтчбэк. Citroёn DS3. 2010 года стоит 5400. Все машины, кстати, которые буду показывать, я потом уже даже не буду упоминать. Но везде, естественно, имеется торг. То есть в данном случае, думаю, что можно попробовать поговорить за эти 400 евро. И купить ее ровно за 5. Такой вот Citroёn. Кстати, неплохой автомобиль. Я когда был в Испании у моей знакомой, такой же автомобиль, только бензиновый и на автомате. Мне так понравилось на нем ездить. Он с виду, кажется, маленький такой, какой-то несуразный. Но в салоне довольно-таки удобно сидеть. Он на 17-х колесах. У него 156 лошадей. И... А, это тоже 1.6 бензин, кстати говоря. И это мотор турбированный. Тут, кстати, кто не знает, мотор стоит от BMW. Да, такой же автомобиль, только на механике. А у нее был на автомате. Значит, следующий вариант. Toyota Auris. 2010 год. 1.3 бензин. Пробег 199. Стоит ровно 5 тысяч. Думаю, что можно поторговаться. Пятидверный хэтчбэк. Цвет серебристый. Есть небольшие потертости на кузове. Как вы можете видеть. Резина более-менее нормальная. Ну, я так подозреваю, что машина с лизинга, наверное. Ну, чуть-чуть небольшие повреждения есть, но, в общем-то, страшного ничего в этом нет. И еще один Toyota Auris. Только это уже дизель 1.4. 2009 год. Механика. Пробег 215 тысяч. Сейчас покажу. Стоит 4,5. То есть, на год постарше дизель и уже сразу на 500 евро сходу дешевле. Ну, черный цвет. Тоже пятидверный. В общем-то, плюс-минус. В таком же состоянии. На бампере есть небольшие сколы. А так... Вот на двери небольшая мятина есть. А так, в принципе, плюс-минус. Такой же. И тут еще один стоит черный. Но тут он без цены. Видимо, он уже продан, скорее всего. Джип Grand Cherokee. 2005 год. 2,7 дизель. Пробег у него 310 тысяч. И стоит он 4,5 тысячи евро. Серебряный цвет. Комплектация. Комплектация у него Overland называется. Не знаю, видно вам, не видно. Но, в общем, кожа комбинированная с замшей. Чуть-чуть дерева. Вставки на руле, на панели. Магнитолу с навигацией. Ну, в общем, такое. Не самый простой. Кстати, по состоянию даже очень ничего. Цена... Цена 4,500. Volkswagen Touran 2009 года. 1,9 турбодизель. Пробег 210 тысяч километров. Механическая коробка. Цена у него 5,300. Touran. Это тоже одна из популярных машин. Которых уже мною было осмотрено, я не знаю, сколько штук. Больше сотни, наверное, за последний год. За свои деньги это очень даже удобный автомобиль. Вот такой вот салон. И вот так он выглядит с задней части. Кузов у него в порядке. Стоят задние парктроники. Фаркоп. Хорошая летняя резина. В общем-то, по салону он тоже живой. Еще один вариант. BMW. Тройка 320 дизель. 2008 год. Пробег 220 тысяч. Стоит ровно пятерку. Коробка автомат. Ну, в общем-то, тканевый салон, климат-контроль. Ну и как бы все остальное там по штату. Без люка. Кузов универсал. Черный цвет. Так, на первый взгляд, кузов даже живой, наверное. Без перекрасов. Нормальная резина летняя стоит. Да, состояние такое. На четверочку. На уверенную. По пятибалльной шкале. Вот из BMW можно, в принципе, до 5000. Купить, наверное, хорошую тройку живую. 2008-2009 года. Единственное из повреждений. Я тут вижу, вот на фаре у нее есть скол. И, наверное, его будет ничем не заделать. Придется менять, наверное, фару целиком. Еще один вариант, который я увидел. Opel Corsa. Значит, 2014 года. 1.3 дизель. Механическая коробка. Цена у него 4999. Пятидверный хэтчбэк. Без повреждений. На хорошей летней резине. Причем у него какой-то, видимо, вообще минимальный пробег. Пробег, правда, не указан. Но по салону он прям вообще. Чувствуется, что небольшой. Вот такой вот Opel. Тут же рядом с Opel стоит Subaru Legacy 2007 года. Пробег у него 170 тысяч. Двухлитровый бензин. Автомат. Стоит 4 500. Седан. Тканевый салон. Подогревы есть. Климат. Круиз-контроль. Кузов, конечно, имеет мелкие-мелкие царапины. Машина на литовской регистрации. Кстати, Opel тоже на литовской регистрации. Но состояние, в принципе, еще живое. Диски 17-е. Дима, я забрел на какую-то площадку, на которой собрали автомобили. Как раз в данном ценовом диапазоне. Skoda Fabia 2013 года. 1.4 бензин. Цвет такой красный, яркий. Механика. Цена на внутренний рынок 5 250. И тут есть возврат НДС. Если на экспорт под растаможку, то цена 4 250. Это, кстати, вообще очень хорошее предложение. И посмотрите, как она горит. Причем она не полированная. Она вот такая сама по себе. Видимо, тоже очень маленький пробег. Механика. Кондиционер есть. Салон не затертый. Тоже на нормальной резине летней. Правда, колпаки стоят, не диски. И тоже, скорее всего, эта машина какая-то была корпоративная. После лизинга, наверное, скорее всего. Но малый пробег. Может быть, ездила какая-то женщина-сотрудница. Peugeot 5008. Значит, 2010 года. С пробегом 221 тысяча. 1.6 дизель. Механика. 4 999. Серебристый цвет. На колпаках. Резина такая средняя уже. Но салон у него, конечно, в хорошем состоянии. Шестиступка. Электропакет. Это что-то вроде минивэна. Но... А, 7-местный. Вот такой вот вариант. Тоже ровно за пятерку. Рядом стоит Peugeot Partner 2010 года. С пробегом 94 тысячи километров. 1.6 дизель. Механика. Местная цена 4 900. Цена на экспорт 4 200. Это такой коммерческий каблучок. Но это пассажир. Заводской пассажир. И, в принципе, кузов у него очень классный. Обычно на белом цвете все сразу видно. Ну, вот тут с этой стороны бампер немного. Вот в таком состоянии. А так... Так у него все в порядке. Увидел Nissan Micro 2011 года. 1.2 бензин. Стоит он 4 550. Сейчас обойду по кругу, покажу. Пятидверный. Механическая коробка. Климат-контроль. Причем с управлением на руле. С... С навигацией, с мультимедией, со штатной. Вот такой вот Nissan. Сразу вижу, что не крашеный. Есть, конечно, повреждения уже от старости. Но кузов у него в оригинале. И очень, кстати, подойдет под растаможку. 1.2 объем мотора. И 2011 год. Еще один популярный автомобиль. По моей статистике, это Hyundai Santa Fe. В этом кузове уже более современном. Значит, этот экземпляр 2007 года. 2.2 дизель. Пробег 220 тысяч километров. 4.700 стоит. Стартовая цена. Кожа. Механическая коробка. Климат. Ну и, в общем, такое состояние не очень, конечно. Судя по сидению. Но зато цена 4.700. Зимняя резина, диски. По кузову вроде бы, кстати, ничего. Ну, кроме вот этой вот царапины. А так, остальное все живое. Toyota Avensis. 2009 год. Двухлитровый бензин. Пробег у нее 170 тысяч километров. Стоит она 4.900. Скорее всего, механика. И, да. Механика, тканевый салон. Кузов универсал. Диски литые. Резина зимняя стоит. Так. Ну, по кузову так вроде бы живая. Фаркоп. Который можно снять. Это, кстати, оригинальный фаркоп тойотовский. Снимается ключом. Без люка. Ну, такая стандартная Toyota. Volkswagen Polo и не попадает. Вот конкретно этот. В мою сегодняшнюю ценовую подборку. Он стоит 4.300. Но так как его часто тоже спрашивают, то покажу вам. Пятидверный хэтчбэк. 2013 года. 1.2 дизель. Пробег многоточия. Вот в таком вот кузове. Резина еще нормальная. Колпаки. Механическая коробка. Тряпка. Кондиционер. Передние стекла. Достаточно простая комплектация, но состояние неплохое. Фаркоп тоже стоит. Вот такой автомобиль. Стартовая цена 4.300. Для любителей Ауди встретил вот такую Ауди А4. 2007 год. Двухлитровый дизель. Стоит 4.400. Стартовая цена. Универсал. Механическая коробка. Шести ступ. Комбинированный салон. Кожа тряпка. Ну так как бы в Ауди. В общем-то на воротах всегда есть. Чуть-чуть. Литые диски. Симпатичные. Не оригинальные. Это 17-е. Черная. Ну в общем все стандартно. Есть мелкие-мелкие коцки. Это S-Line. Судя по надписи. На молдинге. Ну визуально смотрится неплохо. Еще один представитель Volkswagen. Это Golf. Golf Universal. 2012 года. 1.2 бензин. Стоит 4.900. Передние партроники. Литые диски есть. Но судя по стартовым данным. Комплектация не самая бедная. Да. Все стеклоподъемники. Климат. Механическая коробка. Музыка хорошая стоит. Тоже есть мелкие коцки. Но не страшно. Задний парктроник само собой стоит. Вот такой вот вариант. Toyota RAV4 2007 года. 2.2 дизель. Механическая коробка. Пробег 199. У нее стоит 5500. Стартовая цена. Темно-синий цвет. Диски. Летняя резина. Ну, в общем-то, по кузову неплохо выглядит. Хотя есть тоже мелкие коцки. Сзади запасным колесом. С фаркопом тоже. Да, механика, тканевый салон, климат. Этот вариант сегодня тоже не попадает в мою подборку машин до 5000. Но я просто не мог пройти мимо. И смотрите, какой красавец. Это 140-й купе. С мотором 4.2 V8 420 S купе. 95-го года. Написано без ржавчин. Пробег тут смысла нет уже смотреть. Потому что надо смотреть на состояние машины. Состояние, в общем-то, неплохое. Хотя он уже и был крашен, естественно, много раз. Но это купе. И вот в данном исходном состоянии, если его взять и еще довести до ума, то через некоторое время он будет стоить немного других денег. Опять же, видео у меня было на основном канале. Там такое небольшое пробное по поводу такого же автомобиля, который купил мой знакомый. Так, купил он его в Германии. Под тем деньгам еще. Это года три назад 10 тысяч, но у него 500-й и чуть-чуть свежее года. Так вот сейчас эта машина уже у него стоит как минимум на 5 тысяч дороже. Исходя из состояния, исходя из того, что он на нем вообще не ездит, у него пробег не прибавился. Пробег у него, по-моему, до 200 тысяч. И эти машины, они уже начинают пользоваться таким серьезным спросом на рынки любителей поддержанных классических автомобилей. То есть просто 26-й купе, те, кто понимают, я вообще молчу. То есть там сразу же, если хорошая машина, она уже стоит там больше 20 тысяч евро. Я просто этой темой интересуюсь, поэтому как бы немного знаю. Ну ладно, это был такой офф-топ. Продолжаем осматривать автомобили до 5 тысяч евро на рынке в Литве. А вот еще одна красавица BMW, тройка. На красивых черных дисках. Тоже в универсале. Со светлым кожаным салоном. Тоже 2 литра дизель. М-пакет у нее стоит. Я уж не знаю, заводской, не заводской. Скорее всего, что нет. Сзади, смотрите, у нее стоят мониторы в подголовниках. Ну вообще круто. И вот такой вот салон. Светлый. Автомат, коробка. Климат тоже, круиз. Ну салон, конечно, вот это водительское кресло. Такое немного подшарпанное. Но выглядит она, конечно, бодро. 2005 год. Смотрите, вот еще Audi A6 нашел. С-6 кузов, седан. Стоит она 4,700 стартовая цена. 2005 год. 2,4 бензин. Механика. Кожаный салон. Вот такое вот состояние салона. Вот у нее сзади не хватает хромированной полоски. Ну тут, скорее всего, был легкий удар по жопе. Потому что крышку красили. И, видимо, не нашли пока или не поставили почему-то эту хромированную полоску. А так она с боков, с морды целая. Да, что-то было сзади, скорее всего. И поставили фаркоп. Ржавый, чтобы, наверное, немного сбить с толку. Чтобы казалось, что он уже тут давно стоит. И сзади ничего не было. Но нас не проведешь. Я все вижу сразу. Следующий вариант это Nissan Qashqai. 2008 год. Седьмой месяц. Стоит стартовая цена 5,750. Двухлитровый дизель на автомате. Пробег 221 тысячи. На литовской регистрации уже. Кожа. Мультимедиа. Климат. Подогревы. Ну, в общем, все, что надо, все есть. Громкая связь. Панорамная крыша. Для тех, кому нужны максимальные опции за сумму в районе 5 тысяч. Как раз хороший вариант. По кузову, кстати, норм. Ну, вот та дверь крашеная. Кстати говоря, хотел с вами поделиться, что совсем-совсем скоро планирую выпустить такой мини-сериал. Про литовский авторынок. И планирую проехать вообще все города, все рынки и показать вам, как бы, что есть на продаже в Литве. Чем отличаются, какие цены, какие особенности. В общем, такой будет глобальный сериал про глобальный авторынок в Литве. То есть, попытаюсь рассказать вообще фишки, откуда везут машины, как их везут, битые, не битые. Что с ними делают, как их дешевле купить, как их дешевле оформить, как их дешевле найти, привезти. И, в общем, такой будет полноценный гайд по авторынку Литвы. По глобальному авторынку Литвы. То есть, не в отдельном городе, а вообще в целом по стране. То есть, и чем Литва выгодно отличается от других стран, например, от той же самой Польши. Это будет собрано в одном плейлисте для вашего удобства. То есть, можно будет в любое время зайти, посмотреть. Постараюсь сделать название, чтобы были такие емкие. И, то есть, чтобы можно было сразу найти ту тему, которая вам интересна. Ну, естественно, начинать буду с Вильнюса. Еще один вариант, который подходит в эту стоимость, это Range Rover 2003 года. Трехлитровый дизель на автомате, естественно. Цена у него 5 300. Ну, по комплектации, само собой, это Range Rover. Это не Opel. Но состояние, конечно, у него не очень. Зато номера 3 девятки. Темно-зеленый цвет. Сейчас еще раз покажу салон. Вот такой вот Range Rover. Также можно за пятерку купить BMW E60 или E61 Universal. Она будет примерно пятого-шестого года. То есть, дорестайлинговая. Ну и плюс-минус вот в таком состоянии. Кожа автомат, панорама. У них плюс-минус комплектации похожи будут. Так, пробега у нее, естественно, не указана. 2,5, дизель 4 900. Ну, 4 900 стартовая цена. Надо еще смело-смело торговаться. Встретил уже Skoda Fabio в новом кузове. Белого цвета, как видите. 2016 год. 1,4 турбодизель стоит 5 600. Пробег 160 тысяч километров у нее. Судя по номерам, привезена из Германии. Ну да, 2016 год уже прям свежачок. И цена очень даже интересная. Mazda 6, универсал, 2011 года. 2,2 турбодизель. Механика. Пробег 218 у нее. Стоит 4 950. 2011 год. Механика 6 ступка. Комбинированный салон. Темно-синий цвет. Диски оригинальные. Резина задняя и передняя тоже на выброс. Фаркоп есть тоже. Ну так, в общем-то, выглядит неплохо. Тут же рядом стоит Opel Insignia. 2009 год. Десятый месяц. Два литра дизель. Механика. Спидометр 198 тысяч. Стоит 4 950. Универсал, само собой. Тоже немецкая. Тут и диски, и колеса в порядке. 18-ые стоят. И кузов у нее тоже в порядке. Кстати, да, хороший вариант. По салону. А, автомат она. Автомат. Ну, в общем, все есть. Все, что надо. Да, хорошая машина. Кто себе такую искал, пожалуйста. Номер телефона показал вам. Volkswagen Golf Plus. Шестое. Поколение. Ну, то есть, Golf Plus на базе шестого Golf'а уже сделанной. 2009 год. 1.4 бензин. Пробег 209. Цена, как видите, 4 800. Черный цвет на дисках. Диски не оригинальные. Тканевый салон. Механика шестиступая. Климат. Ну, в общем, все по стандартам. Вот такой вот вариант. Тоже, кстати, неплохой автомобиль. За свой бюджет. Салон, наверное, видно вам, в каком состоянии. В общем-то, на этой площадке все машины такие достойные. Вот. Вот. Lexus AS220. Дизель. 2009 год. Стоит 5 150. Механическая коробка, кожа, подогревы. Ну, в общем, это Lexus. Тут у него много что есть. Партроники. Диски. Диски не родные уже стоят. Резина такая средняя. Ну, и пробег тоже уже не маленький. Хотя так стерта только ручка. Ну, не знаю. Lexus на ручке, конечно, так по мне не очень вариант. Ну, кому-то нравится. Вот 5 150 стартовая цена. Ребята, Toyota Yaris 2014 год. Дизель 1.4 на механике. Цена 5 999. Состояние видно сразу. То есть у нее вот по передней части кузова крашеный бампер. И не очень хорошие зазоры. А так все остальное у нее, в общем-то, в порядке. Салон тканевый, механика. Ну, такая простейшая комплектация, но 2014 год. Вот такой вот вариант. Сейчас только что, кстати, разговаривали с продавцом по этой машине. Он ее готов отдать ровно за 5 тысяч. Только для моих подписчиков сказал. Так что, кому надо, обращайтесь. 2009 года, Volvo V70. Дизель 2-х литровый. Механика. Написано хорошее состояние. Один владелец у нее был. Цена 4 450 стартовая. Кожа, как обычно. Ну, в общем, приличное состояние, да. Ничего не вижу. Скорее всего, да, не крашеная даже. Ну, только, наверное, задний бампер. Не в зазоре и чуть-чуть отличается по цвету. А так она вся оригинальная. Диски. Резина хорошая. Передний бампер вот с этой стороны чуть-чуть коснут. Вольво, кстати, у нас тоже много в продаже. И, кстати, в очередной раз, гуляя по авторынку, я для себя сделал вывод, что вот в этот бюджет, который, скажем, условно от 4,5 до 5,5, очень сложно что-то подобрать на авторынках. Именно потому что цены в основном или дешевле 3, или дороже 7. То есть вот этот такой средний ценовой диапазон, который я сегодня пытаюсь показать. Я вот так с трудом нахожу, конечно, машину. Именно, опять же, повторяюсь, на авторынке, потому что, ну, вот по объявлениям, конечно, много всяких вариантов. А вот на авторынке почему-то или дешевле. И тут даже вот сейчас в Вильнюсе много прям дешевых машин, там, которые стоят полторы, тысячу триста. Мне вот сейчас даже Passat там предлагали за полторы тысячи B6 универсал, ну, в довольно-таки неплохом состоянии. Там надо поменять лобовое стекло, покрасить там два бампера. Но это B6. Или уже совсем Cosmos 7, 8, 9, 10, там и выше. Такие вот цены. То есть, ну, вот это вот сегодняшняя ситуация. Август 2019 года именно авторынок в Вильнюсе. Вот. Ну, как говорится, иду дальше. Ищу для вас варианты, которые можно показать. Именно в этот ценовой диапазон. Ну, далеко ходить не пришлось. Nissan X-Trail, 2010 год. Двухлитровый дизель. Механическая коробка. Полный привод. Пробег 249. Цена у него 5900. Стартовая. Тканевый салон. Механика. Климат. Кстати, по состоянию живой. Привезенный из Франции. И, видимо, совсем недавно. Судя по тормозным дискам, которые еще не успели заржаветь. Крашеное вот это вот крыло. А так кузов неплохой. Вот это тоже интересный автомобиль. Называется он Honda Insight. Это гибрид. У него стоит электромотор. И стоит 1.3 бензиновый мотор. Коробка, естественно, автомат. 2011 год. Стоит 5400. Ну, интересный он тем, что он гибрид. На дизайн, конечно, это на любителя. Спорный. Особенно задняя часть автомобиля. Но так, конечно, вот я просто катался на таком же. По ходовым качествам, по ощущениям, он, конечно, такой приятный. Хороший багажник. Удобно сзади сидеть. Таких, конечно, не очень много в продаже. Ну, то есть, это что-то наподобие Цивика. Только со своим дизайном. Ну, и плюс того, что он гибрид. Вот я вам показал, наверное, третью часть только рынка. Еле-еле прошел. И вот сколько вариантов. В общем-то, относительно немного я вам показал. Поэтому, когда ищешь машину по какому-то либо критерию, то есть, либо это цена, либо это год, либо это какой-то там пробег или комплектация, то уходит, конечно, времени много. Сегодня, по-моему, Шкода еще не было. Вот первая 2008 года Octavia Scout. Scout – это полный привод, приподнятая подвеска. 2 литра дизель, механика, значит, 5-150 она стоит, зеленый цвет. Вот в таком вот состоянии у нее салон. Подогревы, климат, стандартная мультимедиа, круиз-контроль. Салон тряпочный. Фаркоп есть. Задний парктроник оригинальный. И передний, кстати, тоже. Вот в таком вот состоянии. И еще в последнее время часто запрашивают вот такие вот микроавтобусы, Volkswagen, T4, T5. Вот этот вот транспортер 1.9 мотор. 2005 года стоит 4 900. Пробег 223 тысячи километров. Такие цены из-за того, что эти машины очень популярные. Их до сих пор покупают в любом состоянии. В общем-то, поэтому цены на них держатся. Даже вот, казалось бы, транспортер. Но это, правда, пассажирский и заводской. И, судя по вот этим фонарикам, это какой-то спецавтомобиль бывший немецкий. Даже он стоит пятерку почти. Хотя он 2005 года. И мне кажется, что пробег у него больше, чем 223 тысячи. Увидел знакомый логотип на Audi старой А4, которая, видимо, прибыла из Германии. И ездил на ней какой-то русскоговорящий, судя по всему, человек. Состояние, конечно, у него кончено. Ну, прям, от слова совсем. Не знаю, сколько она продается. Ценник у него вообще там выцвел. То есть, вот видите, да? А, 900 евро стоит. Вот. Еле-еле видно. Но она вся ржавая, кривая, битая и косая. Но зато логотип, смотри. Еще один вариант, который подходит в эту ценовую категорию. Ну, конечно, он реально таких денег не стоит. Тут большими-большими цифрами издалека написано, чтобы было издалека видно, написано 107 тысяч пробег. Так, оригинальный, идеальная машина, идеалус. И цена у нее 5,650. Ну, возможно, что это так. Но это уже старый кузов. По-моему мнению, он столько не стоит. Но действительно выглядит она бодро. Для тех, кто не знает, это Prius гибрид. Хотя, я думаю, что все знают. И очень-очень-очень сложно найти такой автомобиль не после такси, не после Uber, не после каких-то подвозок. Потому что все на них работают из-за того, что маленький расход топлива. А у нас еще в Литве ставят на них газ, помимо электричества и бензина. То есть, еще ездят на газу. И получается у них там по затратам 3 евро на 100 километров. Что, конечно, выгодно для того, чтобы бомбить на ней в такси. Посмотрите, какой бомбезный Volkswagen Caddy Maxi. Это пассажир такого ярко-красного пожарного цвета. 2009 год. 1,6 бензин. 7-местный. Стоит он 5,800. Стартовая цена. Выглядит, конечно, прям очень круто. Я хоть сам такие не люблю варианты. Но есть, я знаю, среди вас, кто искал такой автомобиль. Поэтому вот вам, смотрите. Кузов идеальный просто. Просто идеальный. Резина. Кузов. Стекла. Прям четкий вариант. Seat Altea. 1,6 бензин. 2007 год. Механика. Там чего-то много-много все написано. 141 тысяча пробег. Оригинальный. Тихосмотр есть. Литовский, судя по всему. 4,950. А, это Altea XL. Ну, по сути, это одноплатформенник с Volkswagen. То есть, для тех, кто знает, это VAC-группа. В общем-то, Seat тоже неплохой автомобиль. За свои деньги. Тоже ездил на таком не один раз. И, ну, по ощущениям, конечно, Volkswagen. Ну, вот даже можно видеть по рулю. По сиденьям. То есть, похожие очертания. С тем же Golf. Ну, чуть-чуть изменено на свой манер. И уже как будто другой автомобиль. Итак, ребят, на сегодня это все. Заканчиваю видео. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что ставите лайки. Что подписываетесь на канал. Нажимаете на колокольчик. Это было видео с подборкой цен автомобилей в Литве до 5000 евро. Надеюсь, что скоро начнет выходить мой новый сериал по поводу того, что я уже говорил. Глобальный авторынок в Литве. Прокачусь по всем городам. Покажу все авторынки. Расскажу про особенности. Про какие автомобили, откуда покупают, как привозят, как продают. Чтобы вам после просмотра этого сериала было вообще все понятно про литовский авторынок. Довольно-таки подробно и без купюр, как говорится. Спасибо еще раз. И увидимся в новых видео. И не забывайте смотреть мой сериал из Питера. Спасибо.